Ну что ж, господа, походу настало время заканчивать. Заканчивать с деревенскими. Остались последние миссии ограбления и последние миссии, не помню, как она называется. Хм, Епифан сказал, что будет здесь. И камера очень намекающе куда-то направляется. Ну ладно, я догадываюсь, где Епифан, да и к тому же тут есть точка на карте. Знаете, я очень долго ждал финал деревенских, и я думал, что ж тут будет? Куча чуваков с шестью стволками, обезумевший Епифан на танке или прочее. Ну что ж, немножечко я угадал, будет сложно. Чё ты делаешь? Самогон гоню, ок, поехали мочить казино. Епифан наяривает где-то в пещере. Господи, какого чёрта? Ладно, наступаем на Епифана, чтобы он перестал наяривать и пошёл за нами. И знаете, когда мы с Епифаном вместе идём грабить казино, в мою голову закрадывается только одна мысль. Блядь, снова ехать через всю грёбаную карту. Какого чёрта ты поставил Епифана здесь и заставил ехать в казино? Ещё я дал машину наполовину убитую, которую обязательно нужно сохранить. Но знаете, весь этот путь, путь деревенского самурая мы прошли ради одной цели, а именно ради ограбления казино. Давайте вспомним, какой путь мы прошли. Сначала была поездка через всю грёбаную карту. Эх, помню тот самый момент, когда я открыл карту, чтобы посмотреть, куда мне надо ехать. И немножечко так выпал в осадок. Самую малость. Эх, а потом была незабываемая разборка в деревне. Битва на бензопилах, был чувак с глушителем. Все это было так круто. Да, золотое было время. А потом была просто божественная миссия Политисы. Помню, как у меня кровь стыла в жилах, когда я сбирался на крышу банка, чтобы застрелить свою цель. Именно тогда я понял, что серия Хитман была просто распиаренным говном для идиотов. Да, потом я, какой-то анальный клоун и два чувака в костюмах полицаев прикидывались копами. Ну и конечно же не стоит забывать про мою подготовку к этому божественному ограблению, когда я пытался захватить бутылку зеленого самогона, когда в меня палили два чувака из шести стволок. Да, тоже было золотое время. Ну и конечно же та самая миссия Облом, когда нас накрыли копы и мы не могли совершить это дерзкое ограбление. Черт. Тогда кровь стыла в жилах, когда я видел, как копы приближаются ко мне, когда они несутся на меня на этой машине и падают в реку. И кстати, посмотрите, я не угандошил свою машину, хотя обычно я угандошу свою машину на раз-два. Но на самом деле я до этого попытался доехать до казино немного другим способом, а именно с кинематографичной камерой. И должен сказать, результат этой поездки не самый приятный. Я хотел показать, как я круто еду на ограбление под музыку Little Green Bag. И знаете, когда ваша машина сильно покоцана, с кинематографичной камерой ехать не самый лучший вариант. Вообще ехать с кинематографичной камерой в Гатасан-Андресе не самый лучший вариант. Сами понимаете почему, да? Да, неплохой был экскурс в историю. Ну что ж, теперь я подъезжаю к казино и готов его грабить. Сейчас или никогда, Эпифан. Сейчас или никогда. Мне кстати интересно, как Эпифан будет мне помогать, ведь он же без оружия. То есть он будет без оружия ходить и лупить охранников? Пошел, пошел, пошел. Окей, иду, иду, иду. Ну что ж, вот он последний вдох перед ограблением казино. Мне кажется будет что-то очень крутое, адово крутое. Такое, что просто взорвет мне мозг. И Эпифан даже бежит за мной. Ну хорошо, пора начинать это божественное ограбление. Окей. Ага, вот и маркер. Так. О да, со мной идут деды с шестистволками. Ну что, ублюдки, сейчас мы вам всем покажем, как тут грабить казино по-нашему. Деды, вы не хотите мне помочь? Деды. Так, я прохожу сквозь них. Отлично, это просто призраки дедов с шестистволками. Знаете, мне кажется, в идеале это должно было работать, поэтому... Господи, я в полной жопе. Раз мне дают пятерых дедов с шестистволками, то... О боже, что меня ждет в этой миссии? Явно что-то нехорошее. Ладно, у меня появилась идея, как заставить их двигаться. Я сейчас выйду и зайду заново. И в таком случае деды как-то среагируют на меня и побегут за мной. Понимаю, звучит тупо, но... Отлично, это не сработало. Знаете, у меня было 50 на 50. Либо они исчезнут, либо они пойдут со мной. Что ж, мне не повезло. Ну что ж, раз мне не повезло с помощниками, придется делать все самому. О боже, они еще и вооружены, офигенно. Теперь понятно, почему у меня пошли в помощь дедов с шестистволками. Так, вниз я лучше спускаться не буду, пойду по верхам. Так, тут нихера нет. Так, ладно, спокойно, спокойно. Так, так. Получай в щи и больше не дрещи. Ха-ха-ха-ха. Начинаю шутка. А, ладно, пофиг. Знаете, я так подумал, а почему любят снимать кино про ограбление? То есть показывают фильм, где какие-то крутые чуваки пытаются что-то ограбить, и не все идет не так. На самом деле, все происходит не так. Все происходит вот так, как вы видите сейчас. Купой реднек мочит по одному охранников, а остальные стоят и ждут, пока их начнут смочить. По-моему, так все и должно происходить. О, господи, еще один выбежал откуда-то. Так, спокойно. И эти двое еще не понимают, что их ждет. Типа, со мной не шутки плохие, я их сейчас убью. О, да. Блин, я смотрю на это и вспоминая о ограблении казино из оригинального GTA San Andreas. Черт. Мне кажется, я понял, что автор хотел сделать. Он хотел показать нам, как круто грабить казино в этой игре, но... Ха-ха. Вы сами видите, как тут грабить казино. Просто отстреливать чуваков по одному. И тут я знаю, что отсюда выбегают два чувака, но... Че-то они не спешат выбегать, не так ли? Ребят, вы где? О, вот они! Три чувака! Нифига себе. Кстати, мне вот тут интересно, а что было бы, если бы я оставил какую-нибудь внезапную херню просто посреди видео? Хотя ладно, неважно, осталось добраться только до хранилища. Но мне нужно найти здоровье, потому что... В хранилище будет самая большая жопа. Вот, например, моя прошлая попытка пережить вторжение в хранилище. То есть захватить все денежки и слинять. Это не так-то просто, как кажется, потому что... Вы знаете автора этой модификации? Он очень хороший человек, который любит создавать лишние сложности. И... Чёртов ублюдок! Какого хрена он поставил здесь столько людей? На самом деле, нужно быть пиздец каким аккуратным, чтобы пережить это... Это место. Ладно, ни о какой аптечке от этого профессора мозги речи, естественно, не идёт. Поэтому просто бежим вперёд за деньгами и надеемся на лучшее. Что ж. Так, теперь быстро беру аптечку. Твою мать! Броник, нет! И зашибись, теперь я сижу в углу, как какой-то загнанный котёнок и отстреливаю по одному этих мудаков. Хотя нет, не как загнанный котёнок, я как. Все ещё интересно, почему некоторые хотят ассоциировать себя с волком-одиночкой. Наверное, я никогда не узнаю ответ на этот вопрос. О боже, я в самой опасной ситуации! Так. Там кто-то в меня палит. Итак, у меня гениальный план. Просто перекатиться до броника. Ух ты, говнюк! Спокойно. На последнем хейле качусь до броника и... О боже, получилось! 10 из 10, господи, 10 из 10. И вот, деньги у меня, аптечки у меня, броня у меня. Осталось только выбраться отсюда. Кстати, помните, я говорил насчёт рандомной херни? Я просто хотел понять, что чувствуют люди, которые вставляют какую-то рандомную хрень в свои ролике. На самом деле, ничего, но это пиздец как тупо, поэтому мне кажется, это смешно. Ладно, осталось сделать последнюю вещь, а именно выбраться из этого сраного казино. На сей раз я не вижу никакой охраны и ничего страшного. Все, кто мог меня остановить, уже мертвы. Вау, эти трупы до сих пор тут валяются, а вот за это зачёт. Обычно трупы очень быстро исчезают, а тут... Классно, да. Ладно. На тебе, это за тех двух парней шестистволка, это за то, что меня убили в прошлый раз, это за то, что твои машины горят. Говнюк, блядь. Конечно, пинание трупа ничего не даёт, но... По крайней мере, я представил, что... Это тот человек, который сделал эту модификацию, и мне стало легче на душе. Окей, но самое сложное ещё не началось. У меня три уровня розыска, и нужно будет валить из казино. Что ж, походу, на сей раз я действительно попал. Господи, надо бежать! Эпифан, ебля, нужно идти в город. Окей. Эпифан, ты куда? Пошёл в город? Ладно, хорошо, это было внезапно. Конец деревенским. Ну что ж, давайте посмотрим финал этой игры. Миссию сделал злой Денис. Ещё бы, я бы тоже разозлился, если бы мне пришлось делать такую херню, а потом ещё в неё играть. Я должен найти всю выпивку и деда Эпифана. Ну, хорошо. Какой-то очень долгий чёрный экран в этот раз. Даже дольше, чем тот, что был, когда я заходил в казино. Мне кажется, будет что-то эпичное. Эээ, копы уже... Так. Так, что-то мне не очень нравятся звуки стрельбы, а ну-ка. О боже. О боже, нет. О боже, нет. Какие-то панки. Ну что ж, раз мне придётся сражаться с какими-то говнопанками, мне придётся включить музыку для того, чтобы воссоздать атмосферу этой миссии. Мне кажется, без этой музыки эта атмосфера была бы неполной. Ну что ж, погнали. Посмотрите, просто эпичность этой миссии зашкаливает. Я понял, что хотел сделать автор перестрелки по всему городу. Но если он додумался затерачить всех сразу, то перестрелок по всему городу не получится, потому что они просто застрелили друг друга в самом начале. Как только миссия началась и... Ага, вот вы панки, суки. Ещё один ублюдок. А вообще, меня очень интересует, почему в последней миссии мы оказываемся в каком-то сраном городе, собираем бутылки с самогоном, воюем с панками. Какого хера вообще происходит? Нет, серьёзно. В чём смысл этой божественной модификации? Вообще, мне просто интересно, реально, как к этому пришло? Может быть, деревенские слушали рэп или попсу и панки заврали? ХОЙ, БЛЯТЬ! И побежали на деревенских. Хотя, возможно, правда в чём-то другом. Блин. Это очень странная модификация. Она просто ни с того ни с сего берёт и говорит, теперь будет перестрелка в городе. Бери калаш, хотя сначала тебе дают эмку. Но главное, мне дали шестестволку, а с ней уже ничего не страшно. Так. И нужно бежать через весь грёбанный город. Причём, деревенские очень легко расправляются с панками. Ладно, может быть, для веселья пострелять людей и создать большой уровень розыска? Хотя нет, знаете, я хочу просто побыстрее закончить с этой игрой. Так, в мотель. Ну вот в мотеле-то точно что-нибудь будет. Наверное, я сейчас зайду внутрь мотеля, и на крышах окажется куча панков, с которыми мне придётся сражаться. Да, я прям представляю себе эту великую бит... А, нет. Панки уже порешены, и деревенские. Ох, братва, что они с вами сделали? Так, деньги. Опа-на. Окей, что за херня происходит в этой грёбаной модификации? Единственное, что я из неё сейчас понял, это то, что панки не хой, потому что... Ну, блин, они все полегли ещё до того, как я до них добежал. Ладно, мне кажется, сейчас будет что-то уж по-настоящему жуткое. Так, финальная точка, открытое пространство. Мне кажется, сейчас будет что-то уровня концовки серьёзного Сэма. О, боже, посмотрите, сколько их тут. Это... Это насто... Да они все стоят и базарят о чём-то. Господи, только один попытался меня убить. Что они вообще за неудачники, блядь? Вот и всё. Что? Какие-то куски мяса с калашами. Так, надо сбить самолёт хотя бы для того, чтобы эта концовка была эпичной. И всё, самолёт падает. Наверное, это будет самая эпичная в этом видео. Это же последняя миссия, должно быть что-то... Я застреваю в кусках мяса. Окей, господи. Какого хрена вообще происходит? Может, я птичку собью? Окей. За мной бегут полицаи с двумя уровнями розыска. Чуваки, это не я, меня подставили. Окей, you save me, lol. You save Epiphan, game over. Это кусок мяса, а не Epiphan. Что, серьёзно? Серьёзно? Это концовка деревенских? Это то, к чему я шёл всё это время? Не поймите меня неправильно, но... Блядь. То есть, до этого был хоть какой-то более-менее осмысленный сюжет. Хотя нет, он не был осмыслен, но он был. А последняя миссия, это просто непонятно что и непонятно зачем. Причём он расставился так, что все панки, с которыми я должен был воевать, сдохли в самом начале. Он хотя бы после чекпоинтов их поставил, активацию, чтобы я видел, как их деревенские мочат, но нет. И в итоге получается какая-то очень скомканная концовка. Блин, это не может быть концом. Это не может быть окончанием истории деревенских. Да, это не концовка, понимаете? Он сделал вырезанные миссии деревенских. Если кому интересно, деревенские могли бы быть другими. Какого хера, сука? Деревенский 6. Деревенский 5. Деревенский 4. Новая работа. Деревенский 3. Огни города. Деревенский 2. В поисках истины. Переиздание деревенских. Переиздание моей игры про деревенских новой миссии. Русский язык улучшены некоторые миссии. Улучшены некоторые миссии? Я все это время мог играть хотя бы не в говеных деревенских? О, боже. Послесловие 2. Послесловие 1. Игра в игре. Деревенские. Окей, знаете. Мне кажется, у меня еще куча работы. Я должен разобраться со всем тем говном, что свалилось на меня. Ну, вот и все. Так сказать, я отмучился. Однако, модификации про деревенских было целых 8 частей. 8 сраных частей. Это, конечно, включая вырезанные миссии деревенских и то, что я сейчас прошел. Но, блин, 8 гребаных частей. Мне нужно передохнуть. Продолжение следует.